Добрый день! Привет излюблено! Начало февраля, погода сырая, дождливая, так необычно. Но зима в этом году совершенно не похожа на себя. Конечно, это исключение, не думая, чтобы каждый год нам выпадало вот такое счастье. Не берусь судить, хорошо это или плохо, но мороза и снега мне уже совсем не хочется. Пока еще светло, хочу немного поговорить, снять видео, потому что темнеет уже явно, и скоро будет совсем темно. Кроме машины, снять в другом месте у меня никак не получается. Хочу немного поговорить о трудностях, которые встречают семью, семью иммигрантов. Семью с детьми в Польше по прохождению уже какого отрезка полутора лет проживания в Польше. То есть имеем уже опыт проживания с семьей. Ну и, конечно, не только все такое хорошее, приятное, но и какие-то сложности, конечно же, есть. О чем я лично могу сказать? С какими сложностями сталкивается семья? Ну, во-первых, все проблемы, которые тянутся от плохого знания польского языка. Какие именно проблемы? Для детей это проблемы с учебой. Потому что не только сам польский язык, язык, литература, которая изучается в школе, может быть, не так хорошо идет, как хотелось бы, но и другие предметы страдают. Потому что, естественно, если ученик не владеет свободно польским языком, у него ограниченный словарный запас, то свободно выходить из ситуации, когда ты, возможно, что-то знаешь, а что-то можешь вот так вот описать, как на своем родном языке, какими-то общими словами, какие-то рассуждения, чтобы, ну, показать, что ты уже не совсем не готов. Но это сделать трудно. Это что касается детей. Что касается взрослых, проблема с работой. Думаю, что на любой работе в Польше нужно знать польский язык. Но если ты хочешь иметь работу поинтереснее, более квалифицированную, ну, так тем более, тем более язык должен быть на уровне. Вот в связи с этим я продолжаю учить польский на курсах языковых, хотя уже не так активно, как в прошлом году. Но в силу обстоятельств, которые не позволяют мне часто посещать эти курсы, к сожалению. Значит, по поводу языка, по поводу общения. То, что ждет всех иммигрантов, это разрыв связи со своими родственниками, с друзьями. Для детей, которые уехали в подростковом возрасте, тоже проблема, потому что сложившиеся дружеские отношения переходят в основном в интернет. Постепенно они угасают, люди теряют ту близость. И не всегда, не все дети могут быстро заменить вот эти отсутствующие уже старые связи, такое личное общение с друзьями. Они не могут сразу заменить в новом месте. Вот у меня, в частности, дети не слишком активные. Мальчики такие скромные, спокойные. И найти друзей уже в Польше не так просто. Никаких конфликтов в школе мы не замечали. Я не замечала, они не рассказывали, учителя. Но близких отношений, чтобы какие-то там приятели, какие-то совместные походы куда-то, взаимные приглашения в гости. Вот таких отношений у моих мальчишек не сложилось. То есть дочь, студентка, она в большей степени сумела завязать новые отношения. Ну, я не скажу, чтобы мои мальчики от этого страдали. Но, тем не менее, факт остается фактом. Продолжается у них такая дружба с ребятами, которые остались в Минске. И когда приезжаем в Минск, то первым делом они созваниваются, но они уже заранее договариваются. И спешат увидеться. То есть вот такая потребность личного общения есть. Хотя в интернете, конечно, на всех этих социальных сетях они общаются. И это, конечно, скрашивает эту проблему. Кроме того, что еще лично я могу выделить в качестве сложностей для семьи иммигрантов? Это, наверное, финансовые вопросы. Не думаю, что все приехавшие быстро могут наладить свой быт и поднять свое финансовое положение до высокого уровня. По крайней мере, такой средней семье это дается с трудом. Очень часто бывает, что работает только один из супругов. Второй или не может найти работу, или это невозможно по семейным обстоятельствам, или просто из-за отсутствия такой работы, которой бы хотелось заниматься. В нашем положении как раз эта ситуация проявилась достаточно ярко, потому что если мне рассчитывать на ту сферу деятельности, которой я занималась в Беларуси и могла бы заниматься, то нужно приложить очень много усилий, чтобы здесь тоже так вписаться в эту среду. Но я уже сомневаюсь, что в ближайшем будущем это получится. И есть какие-то варианты, конечно. Поскольку я педагог по специальности, и уже есть даже предложение, сменив немножко свою сферу деятельности, именно предмет преподавания, обратиться к языку, работать на языковых курсах, вот такое предложение есть, может быть, стоит даже об этом подумать. Деньги небольшие, но нужно делать какие-то шаги. Ну, с другой стороны, у меня есть еще варианты. Но, тем не менее, вот этот момент, когда большие расходы плюс небольшой доход, который бывает особенно в начале, он, конечно, оказывает влияние на семью. И я не сказала бы, чтобы у нас уровень жизни понизился, в чем-то он даже, может быть, и вырос, но определенная вот такая материальная проблема, все-таки она маячит, скажем так. Что еще? Какие еще сложности? Сложность состоит в большом количестве документов, которые нужно оформить. Вот, когда приезжает семья, начинается сразу же беготня по инстанциям. Если людей много в семье, на каждого нужно заполнять определенные заявления. Ну, кто связан с переездом в Польшу, с работой в Польше, знает, что это оформление карт побыта, это оформление тех же и ПСЛА, и каких-то пособий детских, которые положены работающим. И те же самые заявления, которые должны бесконечно обновляться, они идут через почту. Значит, переписка, ты пишешь, тебе пишут, ждешь решения, доносишь документы. Вот, и в обозримом будущем мы столько, конечно, уже этапов вот этих письменных бюрократических процедур прошли, но я смотрю, что в обозримом будущем не видно конца и края. Ну, понятно, что это, ну, как бы меня не очень так уже пугает, я просто констатирую факт, что придется этим заниматься, потому что пока у тебя нет гражданства, пока ты не переоформил всех детей, пока ты не приобрел здесь свою недвижимость, свое жилье, пока ты не сделал польские права, в общем, пока ты всю свою жизнь не перевел вот на эти рельсы в новой стране, предстоит большая бумажная работа, бесконечные справки и хождение по инстанциям. Ну, вот это тоже, это часть жизни, к которой эмигрант должен быть готов. Причем, если приезжает кто-то на такой короткий срок, но с детьми, это тоже его ждет, потому что и карта временного проживания, часа вега по быту тоже имеет место. Ну, а те, кто стремятся здесь остаться, то, естественно, проходят этапы и временного, и постоянного проживания, вот эти карты, подача на гражданство, изучение языка, сдача экзамена. Дочь у меня все-таки решила сдавать экзамен, B1, B2, на B2 она записалась, чтобы быстрее получить гражданство. Мы так вопрос не ставим, мы остаемся гражданами Беларуси, вот все остальные, но язык, конечно, учим, и в перспективе, наверное, тоже все-таки будем задумываться, что если не сдавать даже на категорию, то есть на сертификат B1, B2, B1 необходим уровень, то подавать заявление, конечно, на гражданство, видимо, придется, если мы здесь и сядем уже окончательно, и ничего нам мешать не будет, скорее всего, так вот это и произойдет. Ну, пока только дочь, студентка, вот идет по этому пути. Мы же проживаем на основании карты стал эго по быту. Ну, и что касается, может быть, психологического состояния. Как ни странно, у меня лично психологическое состояние хорошее, у мужа тоже. Немного волнуют меня дети, но даже не из-за Польши, в общем-то, не из-за эмиграции. Подростковый период в любой стране проходит с определенным таким вот напряжением, наверное, в семьях. У каждого по-разному. Но я сейчас столкнулась с тем, что вот трое подростков, фактически трое, потому что 14, 16 и 18, вот скоро будет дочке 19 лет, это все-таки подростковый возраст. И вот свои какие-то вот проблемы, которые у нас есть внутри семьи, отношения, которые складываются с мамой, отношения, которые у них складываются вовне, накладывает вот такое, накладывает отбиток, хочу сказать. Уже слова не приходят на ум русские. То белорусское, то польское слово. Ну, это так, как бывает у тех, кто говорит на близкородственных языках. Потому что получается, что русский язык, белорусский язык, плюс для меня еще украинский язык, которые мне понятны и которые я постоянно слышу, использую, плюс польский язык. То есть вот эти четыре славянских языка, близких очень, сразу же совмещаются вот в одной голове и на одном пространстве, вот в данном случае в Люблине. Вот они звучат, и я уже с собой замечаю, что чистота языка, конечно, русского даже теряется. И ошибки делаю в польском языке и в том же белорусском. Ну, белорусский язык мы не забываем. Благодаря тому, что участвует сын в школьной, вернее, в уже, не в школьной, это Олимпиада, Панцтвова, в Польше проводятся предметные Олимпиады и языковые в частности. И вот одна из Олимпиад, это Олимпиада польского языка, ой, простите, Олимпиада белорусского языка, литературы. И сын дошёл до центрального этапа, это третий этап. И поскольку, ну, моё желание, чтобы он всё-таки стал финалистом, оно достаточно сильное, хотелось бы, чтобы он имел языковую практику. И чтобы размавляли на белорусской мове у семьи, и как бы он читал по-белорусскому, и как бы у него был запас, не такий скудный, як у нём мая. Бо не секрет, что в Белоруссии белорусская мова не выкарастовывается штудённо. Нема зацекавленности, перш за всё, чиновников. И в школе выучается белорусская мова, литература, але адмежаванна. Дети выходят нават, да не то, что и со школы, выходят з урока, и уже никто не размавляе на белорусской мове. Вельмі мало тых, хто щвядома, вращая, размавляць у сям'ї по-белорусску. Ну, гэта датишацца гараджан. Тых, хто живе у вёсцы, яны, конечно, яшчымаюць белорусский досвид, досвид размавл на белорусской мове значна больше. И школы там ёсць белорусскомовные, дзе прадмяты ўще по-белорусску. І самі людзі размавляюць, ну, ці назмішанныя нават, гаворцы, хто лепш, хто горш, хто, у кагу більш чистая, у кагу мене чистая белорусская мова, тым немешно вёцць яшчэ, можна пачуць. Ну, вот такое вот смешение языковое, да, возникает у мене, и проблемы по этому есть в плане чистоты языка. Ну, вот психологически, конечно, проблемы, как выяснилось, меня волнует больше всего сейчас, потому что все эти материальные сложности, какие-то бюрократические, какие-то... Всё это решаемо. Работа тоже всё это решаемо. Очень хочется, чтобы дети были радостными, довольними, чтобы им нравилось всё, чтобы им жизнь нравилась. И вот в этом плане я, конечно, жду, что ничего у нас, так сказать, Польша не ухудшит состояние психологическое моих подростков, со временем всё выровняется, но не буду там уже вдаваться в подробности, есть определённые проблемы. Ну, это для того, я говорю, чтобы у людей, у которых есть такие же проблемы, не думали, глядя на сладкие видео, где всё хорошо, где дети отлично учатся, где там работа радует, где деньги есть, люди ездят там на машину, снимают хорошее жильё, а таких много в интернете, в общем-то, видео, где довольно благополучные семьи, ну, и стоит порадоваться за них, конечно, но даже в самых благополучных случаях, конечно же, есть свои проблемы, просто не все люди об этом рассказывают, не зацикливаются, вот, ну, вот такие проблемы, которые я сегодня смогла рассказать, не затронула разве что проблемы здоровья, хотя тоже, конечно, это проблема, потому что сколько людей, столько и проблем со здоровьем, полностью здоровых детей сейчас практически нет, не говоря уже о взрослых, которых болячки копятся от года до года, вот, поэтому проблема с медициной это тоже проблема, которую постоянно решает семья, семья иммигранта, тем более вынуждена прилагать еще больше усилий, чем это делала бы в своей стране, ну, для того, чтобы узнать, как это здесь делается, кто может помочь. Желаю вам всего самого хорошего, добра, здоровья, удачи и прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok